настал момент покидать мне город Тбилиси в принципе город мне понравился очень гостеприимный такой вкусный город большой выбор отелей очень много мест где можно посетить именно пешеходные всякие разные такие маршруты трекинговые это тоже мне очень понравилось я вчера прям вот думал приду в отель и отдохну никуда не буду ходить монтирую для вас видео на самом деле захотелось погулять и пошел гулять и в общем до вечера до темноты прогулял столько всего интересного увидел и однозначно город городу прям можно несколько дней здесь уделить можно всякие разные экскурсии заказать и вообще город сам по себе очень интересный такой красочный colorful то есть он как сказать такой многогранный и здесь разные абсолютно люди но все люди без исключения отзывчивые кому бы я бы не подходил просто так пообщаться или что-то просто поинтересоваться обязательно все расскажут даже если кто-то плохо по-русски говорит но это больше исключения в основном все говорят нормально и все понятно даже на английском стараются как-то объяснить помочь много машин с российскими здесь номерами много с европейскими номерами европейцев много путешествует приезжают прямо на велосипедах сюда но город такой туристический конечно же туристов очень много и вот как я вам вчера говорил вот такие машины они только появились вот эти вот lexus и их здесь уже ну вот я два дня здесь нахожусь lexus официально здесь представлены и я их уже машин 5 наверное видел много всяких разных вот таких водопадов вот просто дорога там речка и вот как бы трасса и вот водопад зелени вот такое много это вот стекает вода со скалы и соответственно здесь растет растения какие-то прям на камнях и ну это все так красиво как то все мило мимишно и в общем город конечно же крутой в ресторанах еда стоит очень мало можно за 10 долларов можно просто объесться даже твоим наверно потому что порция лари порция хинкали стоит 10 лари там или 11 лари и в любом ресторане в любом модели есть и завтраки включены и точно так же и обеды и ужины тоже где-то в районе 30 лари 10 долларов честно говоря я думал что цены на отели будут выше ну из-за того что вот связи с мобилизацией много россиян вроде как сюда собиралась приезжать или приезжала но я честно говоря не заметил у них здесь очень любят японские машины honda toyota и корейские всякие разные хендай но и европейские тоже есть машины но в основном японские дает очень 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 популярна особенно вот prius это у них любимая машина таксистов они прямо и обожают все таксисты в основном ездят на этих машинах вот эта река я как вам уже говорил кура река называется кура она очень большая там очень сильное течение она делит полностью тбилиси пополам то есть с той стороны возвышенности с этой стороны возвышенности по центру течет река идеи делить этот город пополам я нашел масло для гибридно для гибридной машины своей 016 причем просто остановился возле вот такой вот заправки зайти в уборную и просто поинтересовался есть у вас масло да говорят есть но вообще говорят это редкость 016 здесь еще пока не заливают свежие машины 020 заливают и так далее у меня тоже допустимо заливать 020 но я пока хочу вот производитель рекомендует и я хочу это заливать то что рекомендую производить чем-то город даже уже наверное больше вот турцию вот так вот напоминает напоминает европу уже ближе такие вот мотивы европейские здесь идут у них даже номера уже более под европейский такой мотив сделаны вот что касается обмена валют когда я только заехал вот ехал с верхнего ларса там казбеки там потом года ури по моему или еще что-то типа этого степан сменка там был не очень хороший курс обмена примерно наверное процентов на 20 хуже чем здесь там за 1000 рублей мне у меня остатки рублей оставались и за 1000 рублей нет 25 лари давали а здесь я поменял по 32 это опять же вы когда гуляете то есть вот возле метро в одном месте может быть 30 курс за тысячу рублей в другом 32 и в общем там я небольшие остатки у меня были я эти небольшие остатки просто поменял и все а так в принципе здесь карточки вот эти казахстанские наши работают мир проверял я мир не работает российская карточка здесь поэтому нужно либо наличные либо вот какие-то такие карточки по моему здесь для россиян можно открыть банке счет и ну и иметь нормальную карту которая будет по всему миру в принципе работать пробок особо таких больших нет я специально решил поехать субботу воскресенье мне кстати надо ехать пять часов я думаю я буду остановку делать 360 километров потому что мне сказали ребята там в отеле что и дорогу делают и сужается дорога и короче говоря я буду где-то остановку делать чтобы отдохнуть потому что нет смысла столько много ехать и проще когда это все я никуда не тороплюсь и проще когда это все вот по несколько дней и намного приятнее так путешествовать и в принципе я могу это расстояние конечно же проехать за пять часов но в этом нет никакого смысла и вечером приехать но я просто хочу наслаждаться путешествием я хочу чтобы путешествие мне доставляло удовольствие не вот так вот куда-то нестись там ночью некоторые едут там вдвоем некоторые едут ну и естественно путешествие сам смысл путешествие теряется здесь нету хамство на дорогах вот мы сейчас с вами стоим в принципе никто правила не нарушает по встречке никто не лезет никто не подрезает не бывает периодически сигналят ну есть такое да я встречал как наверное во всех больших городах люди нервничают сигнал но вот такого грубого грубости какой-то на дорогах как у нас в алмате там могут ехать сзади фарить там пусть быстрее пропусти не пропустишь он там тебя обгонит начнет задницу свою подставлять такого конечно же здесь нету и вообще и в россии я в принципе такого не видел но с этими людьми нужно бороться нужно просто брать снимать их на видеорегистратор не отправлять дорожную полицию там естественно будет с ними разбираться поэтому создание аварийной ситуации это серьезное нарушение могут даже справка это лишить торгуют здесь флаги продают прям на дороге у нас тоже такого можно встретить но не попрошайничают попрошайничеством не занимаются вот он ходит один лари флаг пожалуйста я продаю флаги так чтобы дать эти деньги типа бесплатно нет хотя сама по себе грузия это ну не я не могу сказать что супер богатая страна как допустим наверное казахстан или еще что-то они весьма скромно живут и здесь население тоже небольшое но они как сказать то есть живут вот посредством и они наверное патриоты они вот свои богатства не разбазаривают не 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 раскидывают туда налево направо то есть как то вот ну не знаю вот есть допустим них какое-то богатство они все здесь сохраняют у них нет таких полезных ископаемых как у нас казахстане нет такого большого количества нефти им приходится покупать топлива и нефть в европе или там еще где-то поэтому а у них такие цены высокие но вместе с тем то есть страна процветает они строят там туннели конечно естественно она гуще заселена грузия чем допустим казахстан но все равно так или иначе то есть нужно конечно отдать должное как они здесь туризм развивают в принципе мы алмата ничем не отличается вот на в плане ландшафта наверно с грузии такие же у нас горы красивые такие же у нас там и водоемы есть и все 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 и исторические какие-то места есть может там замков конечно не крепостей нет но все равно можно устроить туризм и в казахстане можно как-то привлечь иностранца но это уже разговор не об этом в общем вся грузия она там около пяти миллионов она естественно территориально намного меньше казахстана и и полностью вот можно проехать поперек там грубо говоря за пять часов спелиси до батуми и население тоже не такое большое еще мне сказали что вчера очень много уехала молодых уезжают европу работать типа здесь работы мало промышленности никакой нет и много людей уезжают на заработки может быть я конечно не заезжал в такие места но я здесь нигде не заметил чтобы какие-то алкаши бичуганы там ходили какие-то бездонные как-то скитались но все предели каждый человек чем-то занят кто-то что-то делает в крайнем случае там ну если совсем делать нечего они могут на рыбалку поехать там еще что-то я не видел чтобы кто-то здесь где-то как-то ходил шатался там вливал или там еще что-то хотя в стране очень много алкоголя и алкоголь практически вообще бесплатно можно получить везде повсюду дегустация повсюду предлагают и чачу и вино повсюду повсюду я не знаю как здесь но говорят во франции или там где-то в италии вино в некоторых регионах стоит меньше чем вода вот такие развязки здесь есть мостов очень много через речку много мостов но в целом дороги хорошие прям вот именно даже в тбилиси дороге очень хорошие я не могу сказать что там где-то ямы или еще что-то и не такие спланированные грамотно вот мы сейчас с вами едем да как бы сейчас суббота выходной день но в любом случае мы через весь город с вами проезжаем прямо через центр и я вот наверно в нескольких местах только как бы останавливался на светофорах и все особо каких-то таких тупых заторов чтобы просто тупо люди стояли без причины нет у нас вот по аль-фараби бывает такое возле синтая люди могут стоять просто без причины потому что ну там неграмотно было изначально во первых спроектирована транспортная система во вторых там выезжают люди и как-то они тоже выезжают все щемятся друг друга не пропускают подрезают здесь такого я не замечал здесь люди как-то едут и ну как-то просто здесь ехать легко и просто много женщин за рулем прямо взрослых таких женщин водят машину потому что безопасно а еще много вот таких вот машин это проехала ferrari я сегодня еще видел lamborghini и каждый день то есть есть люди которые с очень большим прям достатком шашлык повсюду также на заправке можно шашлык покушать шашлык и хинкали это можно в любом в любой точке грузии вообще найти хинкали стоит один или там полтора лари это примерно где-то 200 тенге пол доллара одна такая большая хинкали тремя хинкали можно перекусить пятью можно прямо наесться вот и соответственно за 1000 за 2000 тенге можно прям хорошо покушать таким вкусным блюдом вот я продолжаю движение я так понимаю это какая-то трасса потому что по ней я сюда заезжал и соответственно по ней еду я еще не заливал грузинское топливо вот такие вот цены от двух наверное где-то до трех до двух с половиной примерно лари цены на топливо это 300 400 тенге примерно так ну европейские цены потому что если они привозят топливо с европы конечно же она столько здесь и будет стоить интересно а почему его не импортируют с россии к примеру это вот уже наверно больше такая либо окраина либо новая часть тбилиси потому что здесь уже много во первых новых зданий во вторых все широко то есть уже все рассчитано что арбузы уже продают начало лета видимо уже поспели либо с турции привезли потому что я покупал помидоры она сказала это с турции помидоры вот я смотрите сейчас еду не самом левом ряду но как бы справа и мне со всех сторон едут машины спокойно меня обгоняют то есть я еду 60 они поток где-то 80 мне ни один человек не пофарил не посигналил в алма-те я не знаю там у наших бы наверное истерика была бы уже давным давно что я типа так еду здесь медленно а здесь все люди с пониманием относятся с уважением но едет человек медленно значит ему так надо ехать может он видео снимает или может он кушает или может он там еще что-то делает или может он наслаждается разглядывает грузию тбилиси смотрит то есть здесь нет такого особенно у нас бывают люди приезжают с регионов там вообще это там просто беспредел какой-то как у нас водят водители вот здесь очень низкий и таможенные пошлины наверное как у нас были примерно 10 лет назад до того как до того момента как казахстан вступил вот это в таможенный союз вот когда вот это цены подняли на растаможку и вот это все и запретили многие машины возить он у нас наверное примерно так же было поэтому здесь очень много машин это как транспортный такой хаб супермаркет машин какой-то большой сюда очень много машин отовсюду привозят и здесь они уже потом расходятся кто-то привозит с повреждениями машины кто-то новые машины привозит и и соответственно потом уже сюда могут приехать разговаривая на русском языке купить и там через границу грубо говоря условно перевезти эту машину у них здесь есть казино в самом центре тбилиси то есть у них разрешено как бы у них ну наверное как-то здесь такой как сказать таких каких-то особых правил таких каких-то ограничений особых каких-то больших супер мега ограничений нет вот здесь мне сказали ликви моли может быть масло ну для меня это уже не актуально потому что я купил литр и в принципе я его просто размешаю с тем что у меня было то есть люди по сути делают что хотят и иностранцам это нравится иностранцы приезжают всякие разные хипстеры приезжают здесь и травку курят и алкоголь для них здесь ну наверное это типа праги вот прага тоже прагу тоже любят иностранцы они любят в прагу приезжать потому что там цены низкие на алкоголь и на все вот это для европейцев и я думаю тбилиси это в пилиси едут те люди у кого денег на прагу не хватает с российскими очень много номеров очень много машин именно российские номера а с казахстанскими я ни одного еще не видел номера здесь в грузии в россии видел один номер казахстанский а здесь нет еще ни одного то есть если я не ошибаюсь я уже выезжаю из города билиси потому что мне написали happy journey типа счастливого путешествия счастливого пути и мне сказали что здесь нет спешки рожденный везет наверное у него что там нужно срочно довезти за первый за весь день я весь город проехал первый раз мне он посигналил даже на миксере вон тот везет бетон он даже так мне хотел обогнать это он даже не сигналил в общем мне сказали что здесь нет платных дорог все дороги бесплатные но не все не знаю все или не все но усказали от билиси да потом и нет платных дорог и по моему если я не ошибаюсь я по этой дороге именно заезжал чуть чуть выше в тбилиси вот с армянскими номерами да я сюда заезжал и вот это вот расстояние я тогда туда час ехал и сейчас примерно тоже где-то полчаса час наверно еду до сюда а потом у меня дорога туда налево уйдет на юг вот эта река она идет с гор она там вот эту реку я вам показывал она там где две реки в одну сливается и там я вам показывал водохранилище вот это все если я не ошибаюсь это одна этаж река да я по этой дороге приезжал приехал проезжал здесь и вот в таких местах тоже можно масло купить но не знаю мне кажется там может быть какие-то подделки или еще что то здесь уходит дорога оттуда на и в общем я оттуда приехал вот оттуда с гор как раз оттуда речка течет и я мог тогда еще в тот момент вот здесь уйти налево мог уйти налево и туда в сторону Батуми на на запад на запад я мог уйти но я не уехал потому что я захотел посетить Тбилиси и соответственно я Тбилиси провел два дня да я прям помню эту дорогу вот оттуда я приехал куда вот от Тойота поехала куда все те поехали и оттуда я приехал а теперь я еду вот сюда в Батуми то есть это примерно круг получился километров ну заезд мне обошелся километров 70-80 наверное то что я провел в Батуми ну и в Тбилиси то есть и соответственно два дня ну я ни капельки не жалею потому что мне очень понравилось и я обязательно еще вернусь в этот город прекрасный здесь очень много заправок очень много населенных пунктов через каждый наверное 5-10-20 километров что-то будет какая-то будет достопримечательность какая-то будет какой-то будет храм какой-то будет замок здесь нет таких больших расстояний как в Казахстане как в России по 500 по 700 километров то есть в России в Казахстане там можно ехать 200 километров ни одной заправки не будет а здесь через каждые 20 километров обязательно хотя бы какая-то маленькая у дома заправка но она будет вот такая здесь трасса в принципе очень хорошая дорога такая магистраль вот 340 километров Батуми 418 Сухуми и 60 J1 чей или я не знаю это по-моему было на грузинском написано я не научился читать грузинский алфавит и к сожалению по грузински я только гамарджоба геноцвали выучил а спасибо я так и не выучил в общем нужно наверное подольше здесь находиться чтобы какие-то элементарные слова выучить я думал что это платная магистраль это магистраль да это трасса это типа автобана но он бесплатный он соответствует всем в принципе требованиям платной дороги но он бесплатный и здесь очень много инфраструктуры придорожные и сервиса очень много придорожного дорога красочная вот эти вот цветочки желтенькие цветут я вчера видел в горах проходил они так приятно пахнут и пасмурно немного но это очень хорошо для трассы потому что не нагревается мотор машина не нагревается и когда не жарко машине легче ехать чем ниже температура тем лучше сгорает топливо и тем меньше расход топлива и короче говоря когда не жарко это хорошо в Белисе еще очень много можно вариантов снять именно квартиры посуточно там и по 60 и по 100 лари я видел но мне нужно было именно чтобы у меня был отель потому что я люблю приехал поставил машину заселился пошел в спа пошел туда-сюда чистенькая постель чистенькие халатики здесь где-то есть рынок большой очень большой он как город вот винная дорога а еще есть рынок прям гигантский я не помню как он называется ну короче там очень много машин и туда со всего СНГ во первых едут за машинами ну и наверное сами местные жители тоже там покупают именно прям такое место большое оно где-то не в центре а вот в таком вот примерно месте как бы на отшибе и там вы можете сразу оформить там можете сразу на автовоз загрузить машину но имейте ввиду что очень много машин поврежденных либо битых либо поврежденных водой либо еще что-то здесь их как-то шаманят восстанавливают потом перепродают перекопщикам или допустим еще кому-то эти перекопщики потом везут эти машины в СНГ чтоб вы понимали невозможно привезти машину целую с Америки но она очень много будет стоить там либо будет большой пробег очень большой скрученный смотанный либо она будет повреждена после ДТП либо она водой будет повреждена либо какой-то будет заразой химией повреждена короче говоря если вы покупаете там целую машину естественно она будет стоить больше чем в салоне потому что даже если прийти в Тойота центр в Америке и прийти в Тойота центр где-то в Казахстане в России в Америке будут цены на Тойоту выше потому что там выше уровень жизни выше поэтому они продают там дороже по-моему Макдональдс точно так же и айфоны точно так же они смотрят в каких странах как люди живут и допустим один и тот же айфон во всех странах по-разному стоят только из-за уровня жизни потому что где-то люди меньше зарабатывают где-то люди больше зарабатывают и так далее дорога очень хорошая просто прекрасная ну сказали что будет реверсивное движение по-моему по встречке будем ехать то есть ну на одной полосе будет ремонт и соответственно мы будем ехать по одной полосе только и где-то будет еще больше ремонт эта дорога она сделана из бетона поэтому она не боится тяжелых грузовиков она не продавливается как асфальт не плющится и поэтому ну одно удовольствие конечно ехать по этой трассе трасса периодически идет вот по таким перевалам вверх вниз сначала набираем высоту потом идут такие спуски затяжные и я вам напоминаю в этом плане гибрид вообще просто кайфует здесь и расход топлива вот 6.5-6.6 минимум то есть эта машина она создана именно вот для такие для такой местности когда мы сначала набираем высоту потом идем вниз и то есть она сначала заряжается потом отдает эту энергию на спуске и точно так же в городе она кайфует потому что в пробках двигатель практически не работает который внутреннего сгорания основной бензиновый япония вообще она состоит на 80% вот из такой горной местности поэтому эта машина прям вот идеальный вариант для каких-то вот таких вот поездок то есть она не любит такие плоские трассы как в России там у нее увеличивается расход этой машины поэтому здесь наверное популярны очень гибриды и в самом Белисе тоже популярны и вот я еду по трассе тоже очень много вижу гибридов таксисты и полюбили тоже гибриды немного я проезжаю вывесок всякие разные археологические раскопки исторические достопримечательности античные ну на самом деле Грузия вот современная часть Грузии она в древности, в средние века она конечно же находилась в таком месте где ну грубо говоря была граница Европы и Азии Европы и Востока и конечно же здесь постоянно проходили столкновения за эту территорию постоянно эта территория переходила туда-сюда здесь и Грец греческим эмиратам она принадлежала и собственные здесь были то есть территории ну в общем постоянно постоянно здесь какая-то борьба была и раньше вот эта вот часть Грузии которая сейчас современная она была гораздо больше они были в меньшем месте с Арменией и с Азербайджаном и у них были столкновения с Османской империей исторические народы которые допустим были союзниками они становятся врагами ну и так далее жизнь меняется а в наше время вообще жизнь меняется намного быстрее, чем мы можем себе представить и трасса в принципе вот я уже еду около 70 примерно километров очень хорошее по-прежнему основание бетонное широкое единственный минус что нет карманов для отдыха никак не остановиться только вот на обочине справа и заправок пока не было вот та заправка которая была только на разбилке на повороте и все наверно в 80 километрах от Тбилиси вот такие вот я встретил здесь ветряные генераторы я всегда когда их вижу они меня чем-то завораживают ну на самом деле здесь очень сильный ветер дует судя по тому как они крутятся и они очень много генерируют энергии то есть по сути мы можем брать энергию с солнца энергию с ветра энергию с речек делать по сути нам необязательно сжигать уголь и так далее и соответственно все машины тоже могут быть электрические и дышать будет людям намного то есть воздух будет намного чище тут же есть вот такая вот очень большая прямо арена для отдыха с заправкой так 272 наверное 95 стоит и 100 там больше трех трех лари здесь что здесь здесь по сути все есть и газ там есть и бензин есть и вид очень красивый здесь есть кофе есть сладости есть у них тоже здесь вот эти все фастфуды и макдональдс вот это бендис это все данкинс это все американское тоже сюда пришло есть здесь уборная парковка в принципе большая бесплатно на обычных колесах с с подробно с с здесь туалет и все есть еда есть вода есть в принципе все необходимое есть здесь даже обменник есть только курс не очень а вот это вот хайландер точно такой же только на обычных колесах и на но не 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 такой поднятый как у меня генераторы прям к ним близко-близко можно подъехать и большой туннель я так понимаю будет здесь проходить не написано в турции обычно пишут сколько метров здесь не написали не написали они и подъемом так идет пошел дождик снаружи с одной стороны это очень классно конечно да и вообще со всех сторон в принципе очень хорошо туннель очень хорошо освещается очень много всяких разных лампочек и знаков по сравнению вот то что было верхний ларс но он короткий он где-то метров наверно тысячу полторы тысячи максимум короткие туннели и мы будем с вами в турции намного больше видеть туннелей там есть туннель по моему 40 или 50 километров просто какой-то нереальной длины один из самых больших туннелей длинных по протяженности в европе и вот это место где я сейчас останавливался там все есть обменники и банкоматы магазины и заправка даже вай-фай есть то есть там принципе можно даже переночевать если вы едете вот на чем-то таком на чем еду я если у вас есть место где вы можете спать то вы в принципе можете остановиться и я думаю никто вас не прогонит можете там поспать так сейчас будет опять спуск опять я буду заряжать батарейку после туннеля есть точно такая же заправка только с другой стороны по-моему даже производитель один и тот же но хозяин я имею ввиду и здесь уже пошли вот такие более растения похожие которые были в турции всякие разные оливки здесь растут но все такое для жаркого климата кустарники еще что-то таких деревьев как у нас типа карагача там или дуба здесь очень редко большая редкость тополя тоже это большая редкость потому что видимо бывают сильные ветра и эти деревья они не выдерживают очень прям такой большой затяжной здесь спуск ну собственно как и подъем был трасса проходит где-то высоте около 700 метров ну как и тбилиси вот вершины тбилиси как и расположены примерно так же то есть мы сейчас спустимся туда куда-то вниз примерно будет где-то вот то место где речка как разбились еще такая же высота температура здесь сейчас около 20 градусов плюс-минус 70 градусов по фаренгейту 6,5 литров расход это смешанный цикл который я ехал вот еще топливо до сих пор из россии везу у меня еще больше чем пол бака осталось на 500 километров и я его хочу полностью здесь потратить а потом залить премиум попробовать посмотреть какой здесь будет расход по грузию но если конечно я успею потратить его полностью весь бак по всей видимости мне хватит пока чтобы полностью всю 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 грузию проехать верхний ларс и часть россии там владикавказ то есть я там заправил и скорее всего я даже смогу до турции доехать на этом топливе в турции если я не ошибаюсь топлива будет еще больше стоить на в европе потом еще больше здесь примерно в 100 километрах от тбилиси на высоте 600 метров пошли виноградники потихонечку правда их здесь не так много я честно говоря ожидал в грузии встретить больше винограда виноградников потому что когда я ехал гулял вчера в тбилиси я там прям видел виноград прям вот на набережной где-то прям растет они так ухаживают так трепетно к нему относятся но просто на улице типа как у нас там не не знаю тополь растет или карагачи у них там виноград так растет в тбилиси а здесь вот я уже проехал примерно 100 километров был небольшой сад ну больше небольшой такой виноградник и все и больше нет ничего железная дорога здесь сейчас чуть позже будет туда дорога уходить я так понимаю через горы в сторону боржоми а я поеду да вот здесь видно как боржоми у меня останется слева а я поеду прямо сказали там начнется серпантин и я вот вижу здесь по гуглу там будет небольшая содержка потому что ну 260 километров 4 часа да там скорее всего либо скорость замедлится либо будет серпантин либо будет ремонт что-то такое я это уже понимаю то есть вот эта дорога которая сейчас она идет вот такая первоклассная она не будет полностью от билиси до батуми возможно ее когда-то сделают и когда-то она будет такая но не сейчас и вот этот ландшафт мне напоминает как мы ехали с вами из алматы в чем кем тоже с левой стороны были горы не скалы конечно такие заснеженные как у нас но есть высокие тоже горы я думаю даже несколько тысяч но не на одной вершине снег не лишит и вот этот ландшафт он все больше и больше напоминает турецкие где-то когда если мы будем ехать в анталии или да вообще там где угодно в принципе там везде просто зелени больше и моря есть но мы сейчас с вами тоже приедем к этому морю к черному морю и средиземноморс и средиземное море тоже скоро увидим короче говоря все будет скоро обычно у них вот так вот не огорашивают вот это вот забор построил кто-то огородил территорию это больше исключение наверное чем правило тут еще какой-то водоем есть обычно у них грузии как-то все просто то есть я вот даже вчера заселялся в отель обычно я заселяюсь в отель я его забронировал по телефону ну через google нашел через букинг нашел потом через google позвонил к ним говорю у вас есть они говорят да и цена мне не ожидали и все я прихожу даю паспорт он мне дает ключ и и говорит типа все вот пожалуйста а я говорю оплатить но он говорит если хотите можете сразу оплатить можете потом оплатить то есть у них как-то все вот на честное слово на доверие то есть я по сути ну не знаю наверно мог как бы убежать там или чё не знаю ну это большая редкость когда оплата за отель то есть потом после проживания обычно всегда берут оплату вперед и ну дают ключ возможно из-за того что я просто бронирую через букинг я как бы сразу плачу но даже когда сразу прихожу куда-то но они говорят нужно как бы оплатить сразу даже вот в туркистане мы останавливались я там тоже такой уставший был они они говорят дали нам ключ все проводили нас и про оплату ничего не сказали а потом я поднимался еще раз она говорит да мы забыли у вас оплату взять оплатите пожалуйста ну я платил то есть обычно как по плата идет сразу да вот эти вот подножья если вот из алматы ехать пешки примерно таких же будут ландшафт и только чуть поменьше будет зелени и не будет конечно же вот этих вот всяких разных войных и так далее так что здесь вот это вот зеленая это все значок то что это магистраль трасса знаки говорят что мне нужно на батуми сворачивать а навигация меня ведет через горы наверно поеду лучше как навигация говорит потому что я спрашивал у ребят возле отеля они сказали что дорога типа 1 и скорее всего здесь одна дорога но наверно через боржоми тоже можно проехать хотя вот это вот границы это между областями в грузии границы и ну наверно уже она все потом в турцию потом поведет да я думаю я лучше хотя вот это вот дорога по ней тоже можно но она возле границы будет проходить и навигация мне говорит что мне вот так надо ехать вот с левой стороны у меня будет боржоми если бы я хотел попасть уже сразу немедленно в грузию я бы вот сюда поехал через боржоми и вот здесь где-то прошел границу уже оказался бы в турции или в армении турция по моему вот здесь да турция вот здесь вот переход первый переход и второй переход возле моря прямо здесь где потом где я хочу перейти вот с правой стороны еще там есть альтернативная дорога связь роуминг здесь везде работает я не стал покупать сим-карту грузинскую потому что у меня роуминг там за 10 долларов 3 или 4 гигабайта или и когда они заканчиваются у меня просто скорость падает но интернет по-прежнему работает еще плюс ко всему они мне минуты дают то есть если вы приезжаете там на несколько дней на неделю в грузию я думаю смысла нет покупать сим-карту местную потому что в отелях в любом случае у вас будет интернет вай-фай и плюс ко всему вы можете на всяких заправках в любых заведениях вы получите постоянно вставлять переставлять сим-карту я не знаю возможно даже я в турции сейчас тоже не буду покупать мне проще покупать вот эти вот пакеты которые я покупаю и у меня постоянно во первых мой номер на связи во вторых не нужно иметь несколько там телефонов сим-карту не нужно переставлять это не то время когда раньше роуминг стоил каких-то сумасшедших денег сейчас можно было подключать роуминг пакетом за 10 долларов и вы получите интернет и минуты и кайфовать короче говоря со временем я думаю вообще связь она будет очень мало стоит на батуме я еду прямо вот это на боржоми и она туда уходит куда-то в горы я не знаю через горы или как я думаю я когда буду возвращаться если я буду возвращаться этим маршрутом через грузию я оттуда приеду когда я буду оттуда ехать чтобы такой круг получился сейчас я поеду в сторону моря через море туда заеду в турцию где трапсон а когда я буду возвращаться я возможно вернусь оттуда мы посмотрим я еще не знаю как это будет может быть я вернусь через европу и через белоруссию как-то еще там на самом деле вариантов очень много сейчас даже через ран ездят через азербайджан есть это очень много масса всякая разная вариантов маршрутов сейчас дороги все открываются ну хотя с другой стороны где-то закрываются границы где-то открываются постоянные это все идет как живой организм ну для казахстана с каждым годом все больше и больше становится безвизовых стран и увеличивают количество пребывания вот в этом году по моему для китая сделали без визу до америки у нас вообще на 10 лет дают визу это это вообще как вид на жительство наверное получили визу один раз оплатили консульский сбор и все вот в этом плане в европу намного больше по стоимости выходит постоянно надо делать и они вот именно дают по дням вот сколько заплатил сколько забронировал отель вот настолько мы тебе дадим а вот в америке как-то широко все прям даже даже получается наверное больше чем в россии мы можем пребывать в америке по сути с визой просто единственно что в россии не нужно визу иметь а в грузии мы можем по моему казахстанцы могут по моему 180 дней находиться без визы если я не ошибаюсь но тоже что-то очень много грузия одна и самая такая страна для гостеприимцев гостеприимная для казахстанцев были знаки о том что видеонаблюдение поэтому скорее всего фотографируют камеры нарушителей скорости но бывают люди пролетают прям очень быстро они либо знают эти камеры стоят либо просто как бы но они готовы штрафы платить но патрульные машины не стоят и не радарят так как это в россии или в казахстане по моему тоже не было они были в казахстане были такие машины патрульные которые именно с радарами стояли и ну просто фотографировали людей не останавливали попроси бывают и останавливают и и навстречку когда кто-то выезжают обгоняют останавливают примерно вот здесь вот закончилась короче говоря платная дорога вернее это магистраль бесплатная широкая большая и с одной стороны это конечно хорошо потому что я хоть грузию посмотрю хоть хлеба сейчас тут по и поем деревенского у них заканчивается один населенный пункт и начинается другой и вроде как бы я только через 55 километров вернусь опять на магистраль я так понимаю там делают либо мосты либо туннели либо еще что-то либо просто ремонт идет обычные дороги поэтому это такой объезд здесь через населенный но с одной стороны это конечно классно потому что когда вы едете по магистрали по такой трассе либо автобану вы вообще ничего не видите вы не видите ни страны ни никаких населенных пунктов ничего не видите как люди живут что они едят что они тут продают а в этом основная прелесть как раз таки заключается чтобы именно посмотреть не просто там асфальт и дорогу или там луга поля и туннели а вот поделки которые они делают как они здесь живут можно прям даже это такие деревень городочки небольшие деревеньки в них можно в некоторых даже останавливаться ночь проводить какое-то время проводить и пробовать ихнюю кухню и общаться здесь местными жителями вот уазик стоит пожалуйста скромно конечно здесь живут но зато вот эти вот менталитет именно вот этих горных людей которые вот в горах где-то вот мне он ближе чем допустим какой-то северный или степной менталитет там какой-то они отличаются все люди на самом деле которые на островах люди живут у них один менталитет который в городах другой который в горах третий в степях там в полях где-то рукой здесь очень много воды родниковой воды она такая вкусная на вкус без хлорки у нее особый такой какой-то то ли аромат то ли еще что-то вот горячую кукурузку продают еще что-то постоянно какие-то сервисы придорожные когда вы едете по трассе этого ничего нет и поэтому конечно вы здесь скидываете скорость 60 но есть особый какой-то шарм особая какая-то прелесть в этом обязательно есть вот он туннель вот мост видимо через какую-то реку или еще что-то и опять же как мы с вами ехали с верхнего ларса на здесь развязка будет опять же строят китайцы дорогу поэтому правильно по сути что и не помыл машину и во-первых видите здесь грязно пыльно и еще плюс ко всему дождь пошел я просто здесь запачкал перепачкал всю машину потому что вот здесь кран работ краны работают миксер и грузовики это все вот вытащат вот так на дорогу и просто машина будет сейчас очень грязная я лучше ее в батуми помоем из-за этого мы объезжаем стройка прям гигантская здесь ведется конечно же и мне почему-то кажется что китайцы строят эту дорогу хотя я конечно могу ошибаться вот здесь уже какой-то туннель по моему готов или это старый туннель новые современные туннели они совсем по другому делаются они во-первых разделяются в одну сторону одни машины едут на встречку в соседнем туннеле едут здесь по моему на встречку едут в одном туннеле то есть идет движение и встречный этот и он двухполосный и освещение здесь не такое как современных туннелях этот туннель ну относительно современный но его давно построили примерно 200 километров остается до батуми и нас все-таки уже вот запустили на новую вот эту трассу я ее уже смог оценить по достоинству китайцы да и строят возможно совместно с грузинами но строят очень хорошо качественно и быстро вот мосты и туннели вообще в горах здесь освещение даже есть вообще в горах очень сложно строить во первых во вторых вот эти работы которые они выполняют это очень очень сложно эту дорогу строить я думаю что когда ее полностью уже закончат это будет платная магистраль платная дорога они будут естественно за это деньги брать потому что не может быть такая дорога она очень дорогостоящая и обслуживать потом еще надо она не может быть бесплатно вот эта трасса и 60 215 километров три часа показывает возможно будут еще участки дороги где я буду съезжать обижать и и но здесь в грузии вот эти все объезды переезды они как-то ну то есть вот идут как-то незаметно и люди здесь живут в горах как-то это все вся дорога она идет не так как-то монотонно а вот уже более приятно и удовольствие доставляет вот видите мы с вами заехали по одной стороне здесь мы едем это подвижение двигается очень хорошее освещение там навстречку едет рядом еще один туннель есть потому что здесь ни в коем случае никаких столкновений не должно быть это допустимо один туннель закончился потом мост и сразу дальше следующий туннель ну видно что это строят иностранцы китайцы они у них очень богатый опыт на самом деле в строительстве вот таких туннелей именно горных дорог они очень хорошо строят и быстро строят и турки кстати тоже ну и японцы естественно но я думаю правильно они сделали что они именно привлекли подрядчика в данном случае они просто построят быстро качественно и не будет никаких там распилов еще что-то просто быстро и качественно и все так а здесь опять по моему начинается сейчас или это временный объезд или постоянно то есть она вот здесь вот так вот идет постоянно спуск съезд заезд обратно заезд или еще пока до конца она полностью не готова но все равно в любом случае она не будет вам доставлять каких-то неудобств это дорога эта трасса вы по ней нормально проедете самое главное едьте отдохнувшими и ехать в светлое время суток потому что ночью когда вы едете вы не видите вот этой всей красоты вот этих всех пейзажей всего что здесь окружает да вот эти вот туннели они еще не готовы поэтому мы их объезжаем но я думаю они это очень быстро все сделают возможно я пока доеду до грузии пока доеду до турции пока это все смонтирую и уже возможно они даже это движение уже откроют но это не точно так здесь какой-то населенный пункт вот они сразу привозят вот эти вот фермы перекрытия для мостов они все поток идет сразу то есть задержки никакой нет по сути у нас один там что-то кого-то ждет другой там этот делает не делает или может вообще обанкротился и из-за этого отстроят долго-дорого и в итоге люди мучаются простые а у китайцев у них все налажено все на старте все как один механизм какой-то общего там ездит самосвал китайский но он это строительная машина строительная техника здесь они железные мосты решили сделать тоже большой пролет высокий мост молодцы очень хорошо строят а вот здесь вот такая есть достопримечательность у беса горяша вот так здесь все у них культурно во первых во первых во первых такие строения прям из камня не строят сувениры и парковка туалет и по моему вот здесь есть ну за монеточки нужно вставить монеточку в турникет и будет вам туалет а вот спуск туда к елочке еще дальше ну вот виноградники в принципе да я думаю это типичная такая грузинская деревня птички поют вот магазин по всей видимости это центр пиво здесь продают все такое вот машину можно помыть мойка самообслуживание как раз то что я искал немного диковато конечно но зато никого нет кроме коров и можно найти под тополями где-то вот здесь в тени даже место плюс ко всему еще есть дрова можно либо там наверху на парковке встать заночевать либо где-то здесь прямо возле речки найти место разбить лагерь и переночевать как раз если вы едете из тбилиси батуми то здесь очень хорошее место но у меня три часа я еще могу ехать в речке можно купаться можно сеть шашлыки жарить пикник делать в принципе место интересное место интересное но вот такое диковато и вот координаты этого места высота над уровнем моря 300 метров такая зеленая площадь типа парка с лавочками со скамеечками там мед делают магазин сувенирами вот там и воду набрал и еще там дальше есть вода и можно еще здесь вот этот храм посетить в принципе довольно интересное место и кладбище рядом продолжаю движение 180 километров остается шарап шарапани только что проехали очень много населенных пунктов буквально только вот один заканчивается сразу тут же начинается другой и я заметил что здесь в этом регионе очень много продают глиняные посуды всяческой кувшины амфоры всякие чашки тарелки блюдца все такое то есть и слева и с правой стороны постоянно вот на протяжении здесь наверно километров пятидесяти постоянно со всех сторон это продают я все так хочу купить но думаю что она будет тяжелая она не такая прочная как бамбуковая посуда у меня бамбуковая и вот хочу купить и короче говоря останавливаю себя на мысли что это но для машины не очень хороший вариант потому что и брякать она будет и плюс ко всему она вес дает короче говоря вот здесь вот периодически мы проезжаем многоэтажки винная дорога по всей видимости здесь какая-то в грузии есть винная дорога по которой именно люди едут и едут и дегустируют вина здесь еще вот где эти чашки продают большие емкости продают для вина я так понимаю здесь виноделием занимаются и можно купить собственно емкости делать вино периодически попадаются вот такие большие города с многоэтажками ну либо это села деревни как это сказать ну да наверное это город раз здесь многоэтажные здания то это уже по всей видимости город будет здесь и вокзальная станция скорее всего есть да и отели есть но не совсем то место где я хотел бы остановиться сегодня полицейский участок вот когда с верхнего ларса ехал я тоже такие же проезжал места но слишком пыльно я не люблю когда пыльно когда много машин так бы с удовольствием конечно остановился бы покушал но проеду пока проеду еще 170 километров думаю дальше что-то будет интересно друзья у них вот такие вот номера то есть там 11 или там бмв там x6 я видел и получается можно написать по всей видимости все что угодно но видимо можно купить такой номер то есть он не должен соответствовать какому-то стандарту у нас казахстане должен определенно быть три цифры три буквы и там регион две цифры дальше идет нельзя там 01 сделать там какая-то буква или там просто а здесь вот у них гораздо проще с этим батуми 178 километров здесь небольшой затор и все уже на грузинском все вывески все абсолютно все вывески на грузинском примерно вот здесь вот перед кота усе не доезжая кота усе начинается более-менее нормальная дорога но вернее такая же дорога по которой ехал судя по навигации 170 километров остается и если я не ошибаюсь я буду ехать вот этот участок дороги уже вот так вот нормально то есть в общей сложности сколько там было я уже не помню 300 было километров 100 километров или 120 даже я проехал по хорошей дороге вот заправка такая же которую мы с вами видели классно со всеми делами точно так же она выглядит как и там ну при примерно плюс минус вот я уже не буду останавливаться потому что охота побыстрее доехать ну и здесь заправки пошли в принципе в принципе я думаю я сейчас доеду до побережья и там буду искать где-то вот здесь уже отель либо отель либо место просто себе найду где я смогу переночевать и потом поеду дальше а там уже все батуми и рядом граница с грузией то есть теоретически я уже завтра могу вот x6 видите проехала у него написано то есть это пмв x6 и у него там написано x6 вот а завтра я уже доеду до батуми и там граница с турцией я в принципе завтра уже вот в этом хопа борщ борща уже могу завтра оказаться даже в турции при желании вот опять вайнроуд ну в целом в целом в принципе я удовлетворен дорогой но если она будет дальше вот продолжаться вот такая же хорошая как ей было от тбилиси до того момента то есть они сейчас через горы там строят делают там все классно а потом она вот здесь вот начинается тоже хорошая ну наверно там километров 60-80 может быть максимум 100 нужно объехать но вот я вам координаты скинул посмотрите вот это вот между прочим человек едет на велосипеде у него курсинский флаг по-моему очень много винных домов ну заводы какие-то то есть туда можно и на дегустацию приехать и там в некоторых местах даже пожить можно вот волга пожалуйста стоит много машин именно либо советских либо даже российских встречаются машины вот так как турции так как в грузии здесь ничего не производят из авто промо они просто импортируют у них нормальные пошлины человеческие они могут со всего мира со всего света в принципе себе машины привозить тоже так же прямо можно в поте приехать кстати я приеду как раз таки и вот рядом с поте я заеду ну я думаю я туда не поеду потому что это портовый такой город туда кстати приходят корабли из америки и с америки привозят машины на кораблях именно вот в этот порт поте а потом они уже расходятся по всей грузии и так далее то есть по идее теории самые низкие цены на машины должны быть поте и там же я думаю их можно и на автобус поставить и потом уже отправить куда угодно потому что из поте привозят машины уже потом сбились и на рынок привозят и так далее кстати здесь если развернуться то можно вот опять таки по этой трассе попасть в билиси решаю дайси дайси город вернее поворот туда и по всей видимости он вот там где-то за холмами находится то есть трасса проходит магистраль это мимо него и это один из самых крупных городов на пути если вы едете из билиси в батуми то на вашем пути это вот будет один из самых крупных городов вот до поте уже 114 километров ну я думаю до моря там километров наверное на 80 90 осталось совсем чуть-чуть расстояние здесь в принципе вообще не чувствуется вот оно уже черное море собственно черное море раньше я не знаю как сейчас раньше были корабли паромы из россии можно было добраться и до турции на пароме и до грузии сейчас я не знаю как это все у них здесь происходит но я вот уже проехал почти пять с половиной тысяч из алматы у дорога классная дорога прямо по такой дороге одно удовольствие ехать они еще ночью будут освещать просто супер и от такой дороги не устаешь и она безопасная и разделительная полоса большая и вообще одни только позитивные эмоции и впечатления но я почему-то думаю что она будет платная вот я сейчас успею видимо по ней проехать а как они только китайцы эти достроят тоннели мосты они сразу начнут деньги собирать такие красивые виды и еще здесь в грузии интересно то что даже мне в пилиси говорили что вот в одной части пилиси может быть дождь в другой части пилиси может не быть дождя вот с украинскими номерами есть машина удивительно то что с украинскими номерами здесь машин намного меньше чем допустим с российскими я не знаю почему видимо с украины наверное все в европу поехали скорее всего так несмотря на то что здесь их несмотря на то что здесь украинцев прям так сильно поддерживают пилиси прям такая поддержка мощно идет буквально одну или две машины я только видел с украинскими номерами все в россии я видел с украинскими номерами в казахстане у нас есть принципе сейчас весь мир открыт машину выставил на автомат на автопилот и можем спокойно ехать дорожная размерка считается спокойно в этом режиме она топлива расходу немного там я сейчас ехал по серпантину у меня был расход 62 и вот здесь он увеличивается увеличился до 64 но в любом случае меня это устраивает потому что я еду с кондиционером машина загружена и 4вд и в таком режиме мне бака будет хватать на 1000 километров в принципе для меня это допустимо вот туда если поехать там где-то за горами будет турция уже примерно на 280 километре опять меня скинули на вот такую вот трассу и 692 она получше по всей видимости тоже сейчас будет по населенным пунктам идти вот здесь примерно этих координатах закончилась вот эта дорога которая мне нравилась в общем я примерно 200 километров проехал по участку очень хорошему из них 70 были всякие разные там объезды по населенным пунктам какая-то вот такая дорога может быть там за платками но в целом в принципе неплохо неплохо навигация показывает еще 112 километров и два часа пошел прям дождик такой хороший ну да вот за ограничение здесь 50 во время дождя попадаются вот такие вот модели придорожные дальнобойщиков я думаю я доеду все таки до берега там наверно километров 60 осталось примерно до берега черного моря и уже буду там искать где заночевать сегодня возможно и дождик там как раз закончится примерно вот здесь я опять выехал на магистраль к счастью и я так понимаю что там совсем чуть-чуть был объезд около наверно 10-20 километров небольшой потому что там была дорога прямо вот на это видимо они ее ремонтируют вот эту магистраль трассу широкую по которой все время пока ехал хотя нет здесь 14 километров показывает видимо отчетка откуда-то идет в общем я сам толком здесь еще не разобрался но очень красивые здесь ландшафты красивые горы такие особенно вот после дождя с тучками такие зеленые и луга поля зеленый высота здесь уже 22 метра прим примерно приблизительно я уже на на уровне моря нахожусь море спустился на так и по всей видимости эта трасса будет еще продолжаться то до моря а там она потом в 70 перейдет и вот как раз таки за час можно доехать на баттопе вот такая вот красота слева стороны прям вообще горы как будто бы джунгли где-то в таиланде засаженные такие зеленые вечно температура тоже здесь немного поднялась чуть-чуть совсем ну я думаю возле моря будет тепло в общем дорога была просто супер я с удовольствием проехал и дождик был все как я хотел короче говоря и сейчас уже километров через 30 там уже у меня море будет ландшафты здесь очень красивые прям супер конечно когда они эту дорогу закончат там можно будет вообще за три часа доезжать и плюс ко всему она еще вот я сколько еду везде есть осветительные мачты я не знаю работают они ночью или нет но в принципе до в девять часов здесь закат до девяти часов можно спокойно ехать но я стараюсь максимум где-то до шести до семи уже потом искать место для ночлега и отдыхать на следующий день когда вы путешествуете вы не должны никогда переутомляться если вы едете и устаете на дороге или еще что-то это во-первых небезопасно во вторых это путешествие никакого удовольствия не приносит я всегда прижимаюсь вправо их пропускаю от греха подальше они проезжаются и я еду дальше потому что есть фуры которые куда-то там торопятся может быть у них скоропортящийся груз какой-то или они сами просто в спешке рождены и есть такое правило дай дорогу дураку д д д д самое лучшее правило особенно когда вы в чужой стране едете по трассе лучше вот этих вот придурков всех пропускать потому что ну вот я не заснял этот момент на регистратор заснял ну короче говоря просто фура въехала в легковую машину просто из-за того что по всей видимости не держали дистанцию естественно легковая машина намного быстрее останавливается чем фура тормозной путь намного короче и поэтому опять заканчивается через тысячу метров проехали километров двадцать наверное вот этот город сейчас лан лан короче а вот лан ланчути ланчути и опять это магистраль заканчивается опять знаки что заканчивается да и опять нас свой сгоняют короче вот там тоже самое было она идет туда прямо то есть там как бы проезд есть туда дальше есть дорога но закрыли видимо либо ремонт идет либо ее просто доделывают достраивают то есть туда дальше нельзя проехать по этой дороге по этой трассе по всей видимости сейчас опять нужно будет объезжать и может быть там опять я где-то на нее заеду вот в индии так обычно коровы вот где хотят там идут там уже останавливаются тут же и собаки и вот вообще абсолютно не боятся машин да туда можно будет когда-то заехать но по всей видимости еще не готово вот они просто просто у них здесь я не знаю они еще обкакали все будьте очень осторожны потому что коровы они могут и на дорогу выйти вообще все что угодно никто не знает лошади никто не знает что у них там в голове на самом деле вот через этот населенный пункт придется проехать в любом случае в Ланчкуте хотите вы этого или нет но это с одной стороны хорошо потому что когда я путешествую по Европе я оставлю в навигационной системе чтобы она обводила меня от платных дорог и объезжаю специально по вот таким вот маленьким городочкам всяким разным деревенькам селам в этом суть путешествия потому что вы увидите нам намного больше и путь таким образом будет намного интереснее сейчас остановился вот в таком вот придорожном рыночке небольшом они здесь продают черчхелу продают ягоды всякие разные продают в таких местах и у него там стоят бутылках пластиковых из-под буржоми чача представляете там 5-10 лари литр чачи стоит это ну грубо говоря 2 доллара за 2 доллара можно купить бутылку чачи ну и вино соответственно есть черчхелу я по 2 лари купил цены не знаю мне кажется весьма демократичные наверное из-за того что здесь провинция и вот у них как-то здесь все просто легко можно остановиться поговорить и очень хорошо они по-русски разговаривают и целый целый пакет голубики я купил я не знаю сколько там очень много наверное где-то килограмм голубики купил за 15 лари то есть за 5 долларов у нас маленькая коробочка там 200 грамм стоит а здесь это все домашнее у них там огурчики домашние домашние этот помидорчики домашние и вот они как-то это все продают так душевно и все так вкусно и прям вот я люблю такие места вот мне я сейчас еду в Батуми я вот не хотел бы прям вот в Батуми это не по мне большие города несмотря на то что алкоголь так мало стоит вино наверное тоже примерно так же стоит домашнее никто не спивается никто в канавах не валяется ну нужно конечно отметить что у грузин у них есть во первых культура выпивания они говорят мы каждый день выпиваем по 100 грамм чач утром и вечером и у них есть культура во первых во вторых они пьют уже сколько там тысяч лет или там даже тысячу лет то есть у них на генетическом уровне уже есть толерантность к алкоголю то есть у них организм выводит алкоголь уже из организма то есть у них не так как у нас то есть если взять допустим Россию или Казахстан мы совсем абсолютно недавно начали пить недавно узнали что такое алкоголь раньше этого не было вот и поэтому у них нету алкашей нету людей которые больные алкоголизмом которые спиваются и так далее вот он говорит что сейчас корабли только с Украины приходят с России не приходят корабли через Черное море раньше было такое сейчас только либо на машине либо на самолете либо на автобусе приезжают раньше совсем было близко вот по Тибатуми прямо через через Черное море вот так вот ну Грузия это для меня конечно же будет вот страна вот такая открытая отзывчивая гостеприимная очень вкусная страна простая такая люди простые то есть не совсем такое что что простые что типа простота хуже воровства а именно вот такая простая по-человечески простая вот вот это все машины на автовозах везут в Тбилиси по всей видимости да с повреждениями на автовозах вот они в поте приходят а потом на автовоз и везут туда на рынок только что увидел море Черное море столько ехал и вот ну прямо получается там будет порт поте и здесь такая меж ну дорога во-первых проходит во-вторых с левой стороны там парк и у них значит этот люди живут и там море здесь есть уже отели можно потихонечку искать выбирать ну классно так культурно все уже пахнет таким вот туризмом туристическими вот оно Черное море я могу прямо туда на берег выехать здесь есть выезды прямо там встать заночевать сегодня прямо на берегу Черного моря вот где-то под елками сейчас мне нужно найти дом дом сдается нужно найти мойку отмыть машину от грязи и я думаю о вот отель спа по-моему будет то что мне нужно сейчас я туда заеду чуть-чуть проеду вперед сюда заеду потом на мойку заеду много продается домов здесь прямо на берегу и много машин с российскими номерами кафе рестораны велосипеды ну круто здесь прямо вообще вот на продажу тоже дома прям современные такие красивые заправка лукойл ну у меня еще полбака бензина еще российского сколько я езжу по Грузии до сих пор не могу его потратить я в Алма-Ате иногда бывает забываю заехать на заправку вот это все отель 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 сейчас будем смотреть доехал до поти здесь оказывается все так рядом и дорога должна быть сейчас прям ну мост там должен быть через ну море уже видно хорошо видно прям здесь много домов на берегу вот видите вот этот миксер или что он цементовоз вот нужно ему быстро проехать торопится человек много зелени ну вот собственно друзья черное море пять с половиной тысяч километров я ехал чтобы его увидеть здесь со всех сторон можно подъехать я как раз сейчас запачкаю здесь машину чуть-чуть а потом помою песочек ну очень большие такие здесь пространства где прям можно остановиться чуть-чуть валяется мусор но в принципе весьма чисто весьма чисто и можно прям к воде подъехать прям к воде можно подъехать но я думаю этого лучше не делать потому что я даже не знаю как песок себя здесь может повести хотя в принципе нормально едет машина едет нормально пока песок мокрый ездить можно черное море со стороны грузии песок здесь такой достаточно чистый темноватый чуть-чуть вон собака идет кушать сейчас будем собаку кормить там порт поте вон корабли даже видно отсюда а там батуми пока прям такая деловая как будто бы знает что у меня здесь холодильник с едой полный холодильник я еще купил там хлеба всякого разного прям такая как будто бы меня знает уже что этот прям так смотрит типа ну чё давайте еда как лиса давай покажем как мы можем ловить о молодец причем она безотказная я ей хлеб давал и колбаску все она кушает у меня всегда есть еда с собой и когда она начинает чуть портится всегда есть кому отдать да таким вот существам еще один пришел вот это вообще на какого-то спаниеля похож у него уши у него уши не знаю но они здесь прям голодные фу туда нельзя не знаю я сколько здесь этих собак раз два еще этот спанель на море причем они не дерутся между собой как-то дружно этот это девочка это походу пацан это кто это тоже девочка ну я их хорошо покормил хорошо им дал пакет что ли пакет вы не будете все в принципе еда закончилась если я буду спать где-то на берегу приходите будете меня караулить я вас буду кормить да мне говорят тебе надо собаку или кошку какую-нибудь в путешествие я где не останавливаюсь обязательно кто-то подбежит обязательно будет вот такими глазками на меня смотреть да поэтому всегда надо с собой машине и угощения какие-то иметь кому-нибудь кому-нибудь да они перепадут да один убежал а эти двое прям все теперь со мной неразлучные друзья я их накормил всем чем у меня было прям с удовольствием они все съели все можно ехать дальше а вот здесь вот мойка вот один лари можно закинуть и помыть машину я закинул 3 лари и честно говоря устал мыть руки устали 3 лари и можно 3 раза машину помыть здесь чтобы вы понимали такое село типа деревенька провинциальная и я забронировал короче здесь есть отель 4 или 5 звезд ну один из самых в общем престижный наверное в этой части я не хочу не в поте ехать не хочу не по туме ехать я хочу вот именно здесь переночевать сегодня и я забронировал отель здесь за 70 долларов всего лишь там 4 или 5 звезд ну по фотографиям очень хороший сейчас посмотрим что внутри написано заправка лукойл а вот это трейдмэрк грига лети бич резорт это мой отель вот такая здесь значит друзья зеленая территория детская площадка шлагбаум есть охранник есть в принципе все есть все что нужно я думаю у меня окна будут вот сюда выходить потому что за эти деньги точно будет либо на сад либо куда то туда на бок скорее всего на море не будет вида беседки всякие разные есть ну интересный отель конечно о там даже бассейн есть супер как давно я хотел спа наконец-то я в спа попаду покупаю все видно что он очень новый этот отель только его построили большую такую кровать мне дали ага в общем генеральный менеджер меня тут приветствует там что есть ничего нет там там ничего нет и с видом на сад с видом на сад с видом на сад есть москитные сетки и зато есть балкон а здесь можно одежду свою сушить постирать потом сушить ну не могу сказать что прям вау ну за 70 долларов я думаю сойдет сойдет мы конечно сейчас с вами пойдем посмотрим что там какой там вид на море вообще вот вот так вот собственно выглядит здесь вот эти все дела вообще теоретически я мог вон туда заехать встать вон там вот и в принципе спать и я думаю даже ко мне бы не подошел бы никто бы ничего не сказал но здесь ресторан и здесь можно купаться охраняемый пляж есть по всей видимости ну в смысле не охраняемый а со спасателем пляж в таком хвойном лесу у меня будет бассейн и спа баня будет включена в стоимость комнаты то есть если бы я захотел с улицы просто прийти захотел бы посетить просто спа и бассейн мне нужно было бы заплатить 100 лари ресторан на крыше здесь есть еще ну и вот так это все выглядит там внизу есть собаки кстати которых я сегодня кормил наверное уже успели сюда добежать ну интересно там где-то Россия прямо по курсу интересно конечно но я думаю я особо ничего много не потерял с этой стороны тоже елочки здесь шишечки ну как то все конечно они сделали классно у них зеленая трава но вот у соседей как то все скудно вот это кстати забор сделан из клик перекрытия межэтажных между прочим тоже есть ресторан кстати мне охранник сказал что вот эти вот люди это какие то врачи или еще что то типа этого и в общем у них здесь какой то симпозиум или какое то научное собрание и короче говоря они здесь проводят время сейчас кайфуют ну пляж у них конечно же убраны чистый такой бассейн работает по моему до 12 часов а сауна работает до 10 и в анталии я останавливался у меня есть там отели которые я очень люблю останавливался в отеле акра там примерно 80 долларов стоит но там отель гораздо круче и прям уровень круче и вообще все круче у этого отеля единственный плюс это то что здесь есть пляж собственный пляж бассейн ну и пожалуй это его единственный минус ну и пожалуй это единственный жирный плюс его то что можно прийти и покупаться на пляже но я так понимаю сейчас сезон еще не купальный и наверное мало кто купается наверное вернее даже вообще никто не купается и поэтому как бы это нельзя сейчас применить как плюс к этому отелю фактически можно вот оттуда заехать через лес и вот я вижу здесь с украинскими номерами машины стоят с испанскими номерами кто-то приехал из Испании на на Порше по моему да это испанская испанский номер а там по моему какие-то палатки и возможно это связано или с медициной или с чем я не знаю ну вот человек приехал из Испании а это какой-то челлендж они наверное путешествуют по всему миру у них здесь GoPro крепится камера вот пожалуйста ну конечно естественно соленый воздух морской я как бы этим всем буду дышать в принципе теоретически вот сюда можно приехать встать здесь ну если погода была бы получше не такая пасмурная как сейчас и просто заночевать здесь какие-то стоят палатки там есть туалет возможно им даже можно было бы и пользоваться а туда просто в ресторан на завтрак ходить я теперь понял они на этом Porsche Porsche, Porsche поехали из Барселоны в Нью-Йорк и вот они на нем путешествуют круто мне надо тоже как-нибудь маршрут свой обозвать из Алматы куда в Барселону челлендж а некоторые номера есть короче сайт сивью вот эти вот боковые это сайт сивью это сивью а у меня там внутри garden view дубль 2 короче мне там не понравилось какой вид из моего был балкона ну он грубо говоря там был просто на стенку дома и я им сказал что мне не нравится вид дайте мне другую комнату они долго думали что со мной сделать что мне сделать как сделать чтобы я короче говоря от них отстал ну прелесть в этих отелях это то что вы можете требовать абсолютно вообще все что вы хотите и как вы хотите и когда вы хотите то есть здесь должно быть так как вы хотите а не так как им удобно и дали мне в общем короче сделали апгрейд дали номер с видом на море открывайся и все теперь у меня вот такой номер пожалуйста и и и и и и и и и